Всем привет! Вы на канале Стридцы в теле. Я Света. Меня зовут Кристина. Мы две сестры, мы вместе худеем. Две родные сестры. Не, просто вы просите, на дайте задают. Да, две были, двое, одно и одно. На два года старше. Пришла я к Светлане, как всегда, утром. Я взвешиваюсь теперь каждый день, пока никаких сдвигов опять нет. Но я исключила, сейчас немножечко еще углеводов поменьше стало есть, потому что, помните, у меня последнее видео, я кашу ела с молоком, повадилась есть каждое утро. Она калорийная. И она мне перестала отдавать ответственность. Ну, мне кажется, что она. На завтрак сегодня у меня мандарин, бутерброд с маслом, с сыром, зелень и яйцо одно куриное. Вкусняшка. А, и кофе без сахара. Я уже такое же все съела, пока Кристиу ждала. Она тетеривая. Могу и надо потерпеть, когда надо. Сделала я утром лефодренажную зарядку в кровати. Присела 15 раз, пресс покачала 15 раз и сделала планку. Добежала быстро до Светланы и 5900 шагов. Угу. Я еще пока ничего не делала, я на вечер буду делать. Ну, вечером потом у меня вдруг будут домашние дела, и уже муж с работы придет. Может, вдруг у меня не будет времени. У нас девочки задали несколько вопросиков. Мы хотим ответить таких актуальных, которые часто задаваемые. Вы, наверное, уже знаменитости в городе. Вы знаете... Все, взяли. Город у нас 80 тысяч населения. Я думаю, не прям так уж все смотрят Ютуб, да еще и именно прям нас. Ну да. Ютуб большой. Огромная платформа. Ну, один раз девочка проходила мимо Кристи, говорит, ой, это же... Это было всего один месяц, у нас даже не было тысячи подписчиков. Да, мы только-только начали. Там вообще подписчиков 300, наверное, было. Она говорит, а вы же те две сестры. Я подумала, мне часто узнают на улице, что я в магазине продуктовом работала. Куда вы, где вы теперь работаете, куда вы ушли. У тебя часто так узнают. Да, спрашивают, такой вопрос задают. А я говорю, какие две сестры? Ну, которые там прыгают, зарядку делают. На Ютубе. На Ютубе. Ну, я говорю, да. Ой, я вас смотрю, я ваша подписчица. Ну, вот, это было один раз. Так, что прям... Это было давно, и вот когда только начали. Сейчас часто бывает такое, что мы занимаемся, зарядку делаем. Просто встанут, смотрят. Пацаны нас, бывает, хотят снять. Ну, пацаны какие, детишки. Ну, такие, да. Они похитить нас. И двенадцать, и десять двенадцать. Посмеяться над тетушками. Особенно, если мы танцы вдруг устраиваем. Не просто даже заняты танцы. Ну, да. Зубу какую-нибудь они начинают нас сразу снимать. Ну, спасибо, ребята. Сиди кастичков выкладывай, да? Тепот. Ага, и стоят, хохотят. Ну, мы уже привыкли, мы даже уже на них не реагируем. Да, мы делаем свое дело. А то мы так можем... Они же могут долго не уходить, и мы так никогда не поделаем зарядку. Дальше. Про семена льна. У нас мама купила семена льна. Да. Вот кеки. И попробовала поесть. Она тоже их как-то сварила. Заваривала, да. Ну, она сказала, они наоборот нормально вкусно. Ей вкус очень понравился. Один раз она сказала, кашу напомнила очень. Но потом у нее сильный веч... Она поела вечером. Аппетит у нее сильный. Я очень сильно разыгрался, и она мандарина поела, что-то яйцо. И у нее не было отвеса. И она решила мне их отдать. Так что на выходных я в нее возьму эти семена, попробую тоже. Но я попробую по-другому. Я решила измельчить и добавить с кефиром. Там же много очень девчата молодцы, прислали нам очень много советов. По-разному. Куда их добавлять, с чем их перемешивать. Я обязательно попробую. Ну, с кефиром, наверное, может, и будет вкусненько. Перебьется, может быть, вот эта... Склизь. Слизь. Слизьская слизь. Следующий вопросик. Сейчас приближается День Святого Валентина. 23 февраля, 8 марта. Девочки, а вы будете употреблять алкоголь? Нет. Нет. Мы же как начали только худеть, мы сказали, что это просто мой продукт, мой моль. И там очень много калорий. Я не хочу. Если какой-то праздник застолья, я если... На один стаканчик вина вот этого, там будет как плитка шоколада. Ну, зачем мне вот это надо? Нет, у меня нет. Я вот это вот чуть-чуть выпью, и я потом сель под шубой пошла. А, у тебя зажор начинает. Начинается полнейший зажор, потом еще все, торт в конце надо съесть. Исчезновение стола, да? Да. Поедание. Это обязательно. И селедка, и торт, и все сразу одновременно. И хлеб. И хлеб обязательно пойдет. Ну, я себе сразу разрешу. Ай, день-день можно, завтра будем худеть. Вот так зажор начинается у меня. Так что вот, ну, полгода вообще не употребляли, и прекрасно себя чувствовали. Новый год такой великолепный. Мы так побегали, петарды похлопали. Да, мы тоже сюда ходили возле дома. И без всего этого. И даже, и как-то мужья согласились на эти условия. И сами захотели. Ну, они сами захотели. А так, кажется, появился Новый год, и потом 1-го числа голова не болит, солнышко светит. Такое счастье. Вообще гулять и ничего, не пахнили, а самое главное не было этого страшного. Да, мы весь день гуляли, все было так прекрасно, без всяких головных болей. И без зажоя. Так что мы довольны. Да, да. Мы не будем. Ну, зачем, без этого. А ну, того не стоит. Без этого весело живется. Обед у нас с Кристиной. Гороховый суп. И последний вопросик Елена Кузьмина нам задала. Вы живете в курортном городе. А вы когда-нибудь работали в сфере курортных услуг? Самый такой тоже вопрос. У нас жили. В основном и работа вся кипит летом. Вот эти 3 месяца. Все пытаются заработать денег именно летом. Они могут купить. В нашем городе летом ни у кого нет отпуска. Никогда ни у кого. И выходных нет. Ну, все 3 месяца батарячим безвылазным. Да. Безвыходных работаешь. Да. И я даже работала в магазинах. Тебе дают всегда подработку. Ты можешь работать безвыходных. Ты, конечно, хорошую получку будешь получать. Но ты 8 ушел. В 11 домов пришел. А то и 12. Поэтому местные говорят, что не видят ни моря, ни отдыха. Потому что все лето безвыходных это вкалывают. Я в сфере услуг, ну, только не прям курортных, но продуктовых магазинах я всегда работала. Конечно, увеличивается работа в 4 раза, наверное. А зарплата в 1,5 раза только увеличивается. Даже не в 2, а в 1,5 раза. Но никак не во столько, сколько нагрузка до плата положено нету. Потому что, например, выручка, так образно говоря, например, 100 тысяч в день, а там становится 400 тысяч в день. В 4 раза больше. Но зарплату ж никто в 4 раза больше не заплатит. Никогда. Это ж, соответственно, столько всего нужно и выкладку сделать, и фасовку. И товара приходит в 4 раза больше. И на кассе людей в 4 раза больше. Ну, что говорю. И, а, мне очень часто любили и на кассу именно садить. Потому что я обычно не конфликтный человек. Ну, ты замечательный просто. Ее там бабулечки обкладывают, там, всем чем угодно. Она такая, да, пожалуйста, ваша сдача. И желаем вам хорошего дня. Я думаю, боже, как-то ее еще нет. Мы желала ей хорошего дня. Или, пожалуйста, предложение вот там висит, можете ручку взять. Пишите висит предложение там. Сколько ей хватает силы промолчать. Молодец. Ну, мы обычно там шутим. Ну, и как-то люди перестают злиться и кричать громко-громко. Ну, по-нормальному можно любой конфликт. Ну, да. У меня летом тоже фотосессии каждый день. Ночью сижу в обработке, глаза вот такие. Потом днем домашние дела никто не отменял. Семьи, мужей. Ну, даже фотосессии почти каждый день. Покушать и приготовить. Потом вечером опять на закат. В основном фотосессия морская. И ночью опять сидишь за обработкой. Ну, тоже каждый день безвылазно получается. Ну, по вечерам, хоть мы всегда, Валентин заканчивает работу. И мы все вместе идем с дочкой на море. Каждый день. А мы дружим? Два часа выделяли себе обязательно время. Купались, заканяли. Мы даже в 10 часов даже ходим купаться. Потому что если до 9 работаю, пока приду, пока мы обычно найдемся много, но потом шли обязательно купаться. Там на каменку. Там рядышком возле нас. 10-15 минут и море. Даже 10 минут можно дойти. А ты расскажи, ты раньше на самом деле курортных. А, ну, курортников возили мы. Я работала в террариуме. И дополнительно на лошадях, верблюдах. И в фотосессии делали с животными. Там со змеями, со скопиончиками. Ну, такое. Фото на память. И я деток катала на лошадке пони. Ласточка у меня была. На косички заплетала всякие бантики. Поила наведами. В обед мы там. В обед сколько мы? Часик постоим. С 8 утра. Потом в 2 часика мы только постоим. И до 11 вечера. Вот мы с лошадкой по песку. Вот это вдоль моря туда-сюда. Туда-сюда. Лошадка привыкшая. А у меня тогда ни целлюлита, ни лишнего сала. Ничего. А ты была такая загорелая тогда. Красивая, загорелая. Вот такого цвета целый день получается, да? У нас даже на пляже... Песок ногу проваливается, жарит слоя градусов. И вот это... И тащишь еще с собой ребенка и лошадь. У нас даже бабули, которые носят... Знаете, чебуреки по пляжу носят. И трубочки с вареной сгущенкой. Они даже как фитнес-тримера выглядят. Они загорелые, попы подтянутые все. Даже по пуле выглядят моложе на 20 лет. Старойки. Да. Эти кричат, чебуреки! Какие злойные красотки в шляпах больших. Да. А ты на лошадках каталась? Да. Ты как умеешь кататься? Ну, я каталась один раз всего. Ну, мне показалось ничего там страшного. Не улетела с лошадки? Нет. Ну, она не прям совсем быстро бегала. Ну, понятно. Она начали потихоньку шла, потом... А ты сама по воде дежала? Да. Ты сама? Потому что мы поехали в морской, а там всего один конюх, и то он был выпивший, этот конюх. Кошмар. И он нам отдал вот так две лошади. Кошмар. И мы вот так сами ходили по кругу с этой лошадкой. Только... Кошмар. Только лошадка одна вот так вот скакала потом. Слава богу, это не у меня была такая лошадь. Она, видимо, ей не нравится, что на неё сели. Мне досталась девочка, и она была по кладистям. Ну, девочки по кладистям, мальчики. Только она всё время, когда поворачивалась, хотела меня за ногу укусить. Ей, видимо, не нравилось, что чужого человека посадили. Да ладно хоть укусить, а вот скинула бы вот так ещё, потопталась бы. Да. Если она на грудь вот так вот прыгнет, лапами, копытом, то она сразу же её продавит, мне кажется, на сне. Я не умею на лошади кататься. Я сидела один раз, ну, не один несколько раз, но не сама держала по воде, а у меня это инструктор. Мы приходили к Свете, ты, наверное, забыла. Я с коняхой с маленькой работала. Нет, мы ещё приходили один раз, они в кинотеатре ходили, делали фотосессию с большими питонами. А, ну, мы фотку покажем. Да, потом мы обязательно вам покажем. Тяжёлая девочка Эльзи, тяжёлая такая. И мы с Андреем пришли, и с Машенькой, ей тогда было, наверное, лет 11 или 12. И мы пришли в кинотеатр, и Света сказала, мы как раз там сейчас фотосессии делаем с разными змеями. Там не только питон, а там и маленькие были змеи. Ну да, маленькие. У меня в одноклассниках даже заставка есть, как Андрей держит питона. И Света говорит, на, возьми питона, подержи. Он говорит, я всё ещё помню, его схватил, и не помню, сколько он там весит килограмм. Ну да, тяжёлый. Килограммов 30, наверное, он весил, да? Ну, много очень. Очень тяжёлый. Я говорю, да не его подержать. Он говорит, да тяжёлый ты что, ты его не удержишь. Да удержишь. Мы же по парку ходили, его так. Мы в парке подобного тоже носили, да? Его и там маленькие змейки. Маша у нас вначале боялась потрогать. Я говорю, да потрогай. А потом она потрогала. А, и варанчиковый носили, да? Варана тогда? Не, не варана, игуана. Игуана. Вот игуана, она какая-то на крокодила похожа. Да? Она же как раз на её похожа. Она у меня же дома тут жила несколько недель. Жалко, я на её ещё не застала. Она ещё не родилась, дочка. Такая прикольная. Такие все эти животные классные. А джимы оказались тоже совершенно не страшные. Мы заботились о них. Кушать правильно давали, как всё положено. В террариуме специальные врачи были, которые за ними ухаживали. Так что у нас были животные все ухоженные, если что. И лошадку вовремя поели. Ой, лошадка была такая трубузимой толстенькая, питанная и здоровая. Её всегда всё было хорошо. Я всегда приходила и говорю, Света, а чем ты её кормишь? Почему она у тебя такая толстая? Да, да, они паслись там в лесу. Так что они ещё и сено, и я вёз там всё как надо. В посадке? Да, они отдыхали всю ночь, вечер. Ну, не лес в посадку, у нас же нет лесов. Да, лесов нету, чтобы... Специально в посадке. В заблуждении вас не водить, у нас в таком степени. Мы не в городе катались, а на море там, как раз посадка, море. И ездил лошадком отдохнуть. У меня одно лето подрабатывала Маша. Она сама сказала, я хочу заработать себе на айфон. Только она так айфон не купила, что она сказала, ой, чем один телефон, я накуплю чего-нибудь себе интересного. Просто хороший. Ещё телефон купила, куча вещей. Каких-то, ну, там всяким... Тогда модно, помните, все рваные джинсы были. Ну, такое вот. Что-то... Ну, что-то накупила. Что-то для себя. Да, для себя. Хотя мы и так всё покупали, но она захотела свои деньги. Потратить их сама, как захочет. Сама хотела заработать. Ну, вот, да, ей было... И она на что, на лошадки пошла или куда? Пошла тоже пони, что она водила всё лето пони. Почти каждый день. Ну, вечером. Потому что вечером в парке подобного. Там они то ли в пять часов приходили, люди как раз собираются с детьми. И вот они там с пяти до десяти, что ли, их водили. Или с шести до десяти. И она в день тогда зарабатывала по полторы, по две тысячи на этих лошадках. Ну, мы-то вообще там по другой схеме работали. Мы чисто с хозяином 50 на 50 делили и всё. Да, там владелец прям им так хорошо. Две девочки, они с подружкой водили. Мы говорили, да ты лучше останься дома. Мы ещё говорим, мы тебе денег дадим. Она говорит, нет, я хочу пойти. Мы потом, когда узнали, сколько он ей платит. А это, хозяин лошади мне такой говорит. Ну, Станна, а что вы не завели лошадку на следующий год, когда мы пришли опять туда работать? Я говорю, куда, в квартиру бы я притащила лошадь? Ну, у них-то там всякие конюшни настоящие. Ну, конечно, куда я ее дену? На второй этаж затащила. Так что вот тут, в нашем городе, кто как может, так и зарабатывает. Да. Кто-то покупает ватрушки. У них есть небольшой какой-то катерочек или лодка. И катает отдыхающих. Кто-то разные аттракционы арендует. Или сам придумывает. Ну, предпринимательство оформляет. И делает летом такой вот мини-бизнес небольшой. Кто-то попкоин только жарит. Все по-сякому. И сладковато. И прекрасно на этом тоже зарабатывает. Они даже реализатора ставят, продевают, студента какого-нибудь ставят. И ему хорошо платят. И сам хорошо зарабатывает. Да даже просто пирожками сколько зарабатывают по пляжу носа. У нас каждая бабулечка ставится с пирожками. У нас бабулечки выходят на улицу с семечками, кукурузами торгуют. Даже просто те, которым сложно ходить по пляжу, они просто садятся. И приторговывают домашним вином. Ой, вино тут на каждом углу можно купить. Тут же виноградники, кажется, что он во дворе выращивает виноград. Многие не умеют правильно делать вино. Либо они соблюдают правильность его содержания. Так что старо... Или сахара там мало, еще чего-нибудь. И получается бывает уксус... Вино уксусное. Это можно отравить. Потому что мы предупреждаем. В легком и в сильной степени аккуратно будьте. А так вина есть очень хорошее. Бывает, еще возят на Зеленый остров. Вот таким бизнесом занимаются здесь. У кого есть маленькие катера, маленькие лодочки. Кто-то возит вообще просто немножко туристов. Там 4 человека отвезут туда и потом забирают какое-то время определенное. А есть большие катера, как вот... Иди на полтора часа, на час на полтора отвозят. Там человек 30 загрузили, туда отвезли. Тут просто сессию на этих яхтах делали. Тут так богаче на своих яхтах туда лезет. Это арендует, допустим, яхту семья, да? Три человека, допустим. Всю яхту арендовали. Там сколько... Ну, не так уж и много. 5 тысяч рублей. Ну, а большая очень красивая яхта. Час туда съездили, там пофотографировались и назад. Такие. А есть подешевле 500 рублей. Есть и за 300 рублей. Ну, там вот это вот, где 30 человек загрузили, там 300 рублей всего лишь. Туда отвозят, там проходит экскурсия. Там купаешься, обмазываешься грязями такими лечебными. Там озеро именно с лечебными грязями. Там экскурсовод рассказывает экскурсию про именно эти грязи и пользу их, вред, если при разных заболеваниях противопоказания. Очень интересно. Там такой скользящийся. Да, в основном грязи напор на двигательную систему. Ну, и гинекология, там еще что-то. Ну, это основная их. Все там, 300 рублей человека, да? Путешествие такое памятное, очень интересное. Да. Сюда там обмазываются как-то земцы все чайным-чайным грязью, все-все-все. Особенно если надоело уже на пляже лежать, загорать, то экскурсия довольно-таки такая развлекательная. Вам должна понравиться, если вдруг приедете отдыхать там в город. Ну, так немножко рассказывать. Мы все больше и больше рассказываем про наш город и чем мы тут занимаемся. Про наш любимый город. Маленький, но уютный. Мы уже говорили, зиму 82 или 36 лет. А у кого есть недвижимость, то все-все пускают отдыхающие. А летом 1400 становится людей. Да. Вот так и живут. На море не прилечь. Даже вечером. А вечером молодежь вылазит вся. Днем семейный, вечером молодежь. Ну, вечером, как всегда, кафе, дискотеки. Самое классное, что здесь со всех сторон море. Куда ты хочешь, туда иди. То городской пляж, здесь каменка еще. В общем, очень весело. Мы, когда были студентки, мы сюда приезжали просто отдыхать. А потом потихоньку сюда и переехали с родителем вместе. Потому что ночью купались при луне. Очень интересно. Ой, а еще бывают медузы, когда сезон медуз, и они светятся. И лунный такой, уже луная ночь. Такая красота. Просто супер. И как бы музыка играет в кафе. Море теплое, знаете, оно не холодное. На Черном море мы тоже были много раз. Там и ночью, и днем не сильно. Ну, прохладно. А тут плюс 25. И ночью, и днем. Шампусик открыл, сел на песочке. Любуешься этим закатом, этим лунной дорожкой. Какого шампусика? Ну, это я прошла. Так, ну, романтик. Как-то мы раз так сидим со Светой, пьем шампусик. В час ночи. И оттуда смотрим какие-то фонарики. Откуда? А там полиция, ну, издалека. И по берегу ходит полиция. Ну, обычно они ходят. Ходят, они постоянно ходят. Мы там вечером ходим купаться с Андреем. Ночью практически. А, да? Я уже сто лет не хотела. Вечером ночью. Они там ловят парочек. А-а-а. Да. Кто нарушает режим. Кто распорядок. И штрафуют. А шампанское там пить можно или алкоголь? Да, конечно, мимо нас тогда прошли. Они посмотрели, что мы с тобой две девчонки вот так посутили на нас. Это когда было? 100 лет назад? 20 лет назад. Это ты вообще что ли? Мы с таким... По разу уже подхватили. То ли ты шампанского не помнишь. Я думала, ты сейчас имела в виду. Нет. А потом они раз и дальше посмотрели, начали предъявить документы там парочкам. Так что они там ходят, проверяют, чтобы глупостями люди не занимались. А кто любит рыбалку, тоже вывозят тут всякие такие рыбацкие судна и ездят именно на рыбалку. На пеленгасы, еще что-то там с Настей есть в аренду, всякое такое. На любой вкус, в общем, и цвет найдется в лечении. Развлечений тут найдется много. Да, и музей у нас поддубного. Знаете, бойца такого, силача. У нас он жил здесь. Мы, когда приезжали со света, отдыхать еще студентками, как-то приехали на неделю, а зарядили тут дожди. А мы прогноз погоды не посмотрели и целую неделю шли ливни. Да, холодно было. И прямо, да, мы в кофтах ходили. И в итоге мы обошли все музеи и восковых фигур. И этот город как раз поближе и узнали, благодаря плохой погоде. Да, так бы с пляжа не вылазили, а так все музеи обошли. Даже в краеведческий музей поперлись, ну, везде. Ну, мы все любим всякие интересные места, но как раз погода такая была, тем более пошли. Тем более мы не пляж стали изучать, а историю города. А сейчас мы будем делать зарядку для хокки. Потом вам в следующем видео выложим. Обязательно. Ну, хорошего дня, девочки. И настроения прекрасного. Пока-пока. В 7 часов вечера я буду есть котлету куриную и овощи, капусту с морковкой. Субтитры сделал DimaTorzok